здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня хочу предложить вам приготовить вот такие замечательные мягкие нежные ленивые вареники с картошкой такой быстрый вариант таких вареников готовится все просто элементарно получаются очень нежными вкусными обязательно приготовьте вам очень понравится и так что нам нужно картофель у меня здесь в очищенном виде 600 грамм картофеля это где-то вот 5 средних картофелин вот так на глазок 2 средние луковицы или одна крупная соль перец по вкусу 1 стакан вот видите полный стакан граненой муки это я взвесила 135 грамм муки одно среднее по размеру яйцо 2 столовые ложки без горки манной крупы кусочек сливочного масла буквально 20 грамм и небольшое количество растительного масла буквально вот две-три столовые ложки первым делом нам нужно отварить до готовности картофель сейчас картофель вот нарежу небольшими кусочками заливаем водой ставим картошечку на огонь и нам нужно ее полностью отварить когда картофель закипит я снимаю вот эту пену и добавляю соль по вкусу картофель полностью сварился сливаем воду и сейчас хорошенько разминаем толкушкой добавляем кусочек масла и опять разминаем толкушкой хорошо я еще добавлю небольшое количество смеси перца можно использовать просто черный перец если любите даем остыть 5-10 минут а пока сделаем зажарку луки нарежу очень мелким кубиком как на зажарку разогреваем сковороду хорошо с небольшим количеством растительного масла и обжариваем лук до румяной корочки на среднем огне картофель немножко остыла добавляем сюда яйцо хорошенько перемешиваем манку перемешиваем частями добавляем муку не всю сразу и смотрим на обвязка с теста я уже вижу что консистенция уже наближается к необходимо я еще немножко добавлю то есть меня даже пойдет не полный стакан где-то вот кто 10 грамм муки зависимости от сорта картофеля самой муки размера яйца у вас может пойти немножечко на одну две столовые ложки больше муки или меньше для того чтобы вареники у вас были очень нежными и мягкими вот нужно добиться как раз вот такой консистенции они вот липнут к рукам такие они забитые мукой для удобства перекладываю всю массу в какую-то другую емкость вот так нужно разровнять мы будем делать варенички не с помощью формировать колбаску и нарезать а будем выкладывать кастрюльку именно ложкой поэтому вот делаем так разравниваем в идеале этому тесту нужно дать постоять при комнатной температуре 15-20 минут чтобы манка набухла и в итоге варенички готовы были еще нежнее а за этот период вы можете поставить кастрюльку с количеством воды больше среднего и будем дождаться закипания воды вода закипела обязательно посолите воду в воде делаем такую вот вороночку для того чтобы вареники не приставали к дну сейчас ложечку опускаем водичку и вот берем и бросаем водичку вот так мы формируем наши варенички бросаем небольшое количество как только вода перестает кипеть останавливаемся после всплывания отвариваем на среднем огне минутки 3-4 до готовности потом с помощью шмолки вынимаем на тарелку если у вас есть возможность возьмите какую-то тарелочку выложите вначале их на тарелку для того чтобы каждый был вот так отдельно даем им подостыть минутки 2 вот так а потом добавляем зажарочку так они не будут слипаться у меня на канале уже есть один вариант вареников ленивых это творожные вареники очень удачный рецепт вареники не слипаются вкусные хорошее сочетание муки творога обязательно попробуйте ссылочку оставлю под видео и появится вверху вот такие восхитительные нежные мягкие вареники ленивые нас получились обязательно приготовьте это очень вкусно спасибо что были сегодня со мной если видео вам понравилось жмите лайк подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны и не забывайте также справа нажимать колокольчик чтобы следующие мои вкусные видео вы не пропускали до новых рецептов пока пока